Добрый день, уважаемые судьи! Команда школы номер 38 города Озерска Ихномаги-2 представляет проект автоматического мясокомбината. Наша команда в этом году невелика. Ходорев Лев, ответственный за техническую часть и программное обеспечение проекта. Зотв Никита, ответственный за машины и конвейеры. Бласова Наталья Васильевна, тренер команды, которая не давала угасать идеи нашего проекта и наставляла на правильный путь решения задачи. Мы с Никитой давно знакомы. Мы вместе ходили в один лагерь. Мы вместе ходили в кружок кулинарии. Мы вместе были в одном спектакле. Мы вместе защищали проект. Мы заняли вместе второе место в соревнованиях суммороботов. Мы вместе ходили на занятия по 3D-моделированию. Мы оба роданы из города Озерска. Именно в нашем городе вырабатывали плутоний для первой в СССР атомной бомбы. Позднее этот завод разросся и стал называться КГУ-ПО «Маяк». Но наш проект не имеет к нему никакого отношения. Кроме него в городе есть и другие производства, некоторые из которых представлены на слайде. Однако предприятий пищевой промышленности всего три. Поэтому мы и решили создать проект мясоперерабатывающего предприятия, который, возможно, через несколько лет при нашем участии появится в городе. С другой стороны, нам очень хотелось создать такое предприятие, на котором человеку практически ничего не надо делать. В корпорации «Румкорн», которая вдохновила нас на создание модели, нет полностью автоматизированных предприятий. Целью нашего проекта является создание модели автоматического мясокомбината. Задачи ставлены на слайде. Мы считаем, что автоматизация мясокомбината принесет много выгоды. А именно, увеличит выработку, снизит затраты на производство, оптимизирует количество персонала, повысит качество продукции, уменьшит затраты. Сейчас на слайде вы можете видеть схему нашего мясокомбината. При нажатии на кнопку запускается элеваттор, который везет мясо в мясорубку. В мясорубке мясо превращается в фарш и с помощью валов раскатывается в пласт. После этого пласт попадает под пресс, там из него формируются котлеты. Далее продукции попадают в морозильную камеру, где замораживается. После морозильной камеры идет цех упаковки, где мясо упаковывают. Дальше коробку с готовой продукцией берет погрузчик и по линии везет до машины. Когда погрузчик погрузил коробку в машину, она стартует и везет коробку в зону разгрузки. Работа над нашим первым большим проектом завершена. И мы считаем, что задуманное удалось. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.